Молоко, творог, сметана. Бабушки говорят, все свежее, утром только приготовили. Но продукты лежат на подставках или же вовсе на земле. При этом никаких документов, которые подтверждают их качество, нет. На вопрос о сертификатах ответ у всех один. Покупатели верят на слово, что продукты не испорченные и пригодны к употреблению. На вопрос, не лучше ли купить на рынке, где все проверено или же в супермаркете? Отвечают. Здесь же, возле трамвайных рельсов, мясо, кровянка, копчености. Продавец не торопится складывать товар по просьбе полицейских. Говорит, выживает только за эти деньги, потому по-другому жить не может. У меня есть подсобное хозяйство. У меня подтверждает то, что до меня походят постоянные покупатели и покупают каждый день. Вот это главный сертификат. На бумаге – это одно. А когда человек постоянно покупает и идет на другой день покупать, вот это самый главный сертификат. Женщина говорит, продукты свежие. В сумках возят бутылки со льдом, чтобы сохранять холод. А мухи, видимо, тоже чистые. Вы не видели, как у тебя лазают? Не видели? Патрульные составляют протоколы, пугают штрафами и конфискацией товара. Но все безрезультатно. Пока одни берут, другие покупают. Во-первых, у этих людей должен быть сертификат, подтвержденный санитарной станцией, сертификат на дозвольку продажи этой продукции. И также они должны находиться на специально отведенных для этого местах. То есть, где ему необходимо стать, он не имеет права. Представители районного совета специально отвели места для сезонной торговли. Встать на день там можно всего за гривну. Продавать овощи, зелень, цветы. Правда, молочку и мясо нельзя, ведь это не рынок, потому там нет лаборатории. На территории Долгинцевского района существует три рынка, которые на 50% только заполнены. Мы еще пошли навстречу, определили места для ведения сезонной торговли. Но люди убедительно туда не хотят идти. Не приобретайте, пожалуйста, мясомолочную продукцию в местах стихийной торговли. Вы не поставляете себя к опасности, к ухудшению своего здоровья. За последние несколько месяцев активной борьбы со стихийной торговлей продавцов на тротуарах стало меньше. Но при этом они не исчезли и продолжают вести свой бизнес у проезжей части с мухами и пылью. Если мы с вами будем думать о своем здоровье и чистоте родного города, стихийные торговцы сами уйдут на оборудованные рынки. Вероника Лавриненко, Александр Бондаренко, Первый городской.